650 тысяч фунтов? Да. За старой Феррари с выпиленной серединой? Это не просто Феррари. Если хочешь Стратос, почему бы не купить Стратос? Я не помещаюсь в оригинальный Стратос. Поместишься, если выпилим середину. Запросто. Я кое-что вспомнил. Что? Я больше не хочу разговаривать с вами. Не хочешь? Насколько быстро Эбби проедет на этом выдающемся Стратосе? На невыдающемся старом Феррари. На Стратосе по Эболадрому. И она стартует. Вид потрясающий и звук неплохой. Тут же влетает на непрямую. Сбрасывает немного перед правым поворотом, но очень-очень аккуратно. Теперь Эбби приближается к вашему названию, причем еще аккуратней. Но сколько случайных фокусов мы увидим здесь? Ни одного. Она справилась. Летит обратно, словно блоха. И уже направляется к дому старушки. Он быстрее и резче. Это Феррари, улучшенный благодаря удалению ненужного веса. И длины. Итак, дом старушки. Она отлично его проходит. И на второй половине также блестяще. Теперь максимальный рывок подстанции. Потрясающий автомобиль. Устойчивый при торможении. Аккуратный на повороте. Немного вильнул на выходе. Что на пылесовцами? Нет, все аккуратно. И финиш. Признайте, круг показался... Очень увлекательно. Очень быстрым. Да. Очень увлекательно. Так и есть. Мне понравилась фраза, улучшенной благодаря удалению ненужного веса и длины. Речь обо мне, верно? Явно обо мне. Я все еще не хочу с вами разговаривать. Правда, нет. Какой результат? Давайте узнаем. Вот наша таблица. Посмотрим, какое место займет Стратос. Семнадцатое. Неплохо. Минуточку. В смысле минуточку? Он на секунду медленнее четырехдверного седана БМВ. Да, медленнее, но стоит намного дороже. Так что... Давайте узнаем, насколько быстро проехала Дельта. Ладно? Интеграли. Смотрим. Мы не стали снимать заезд. И... Ой. Да, старый. Нет, взгляните по-другому. У нее такая же скорость, как у БМВ М2. Можно не без оснований заявить, что старый Мерседес А45 проедет по треку быстрее нее. Да. И он намного дешевле. Да, но... Это факт. Что? В Мерседесе все будет работать. Кому это надо? Скукота. Элдженю об этом и говорил. Зачем вам немец? Вы просто не мыслите по-итальянски. Да что ты. Да в этом и проблема. Ну, хорошо. У кого есть итальянская машина? Здесь таких нет. Не доехали. Там дождь. Вы когда-нибудь... Да, логично. И еще сильный ветер. Продолжим, пока тент не унесло. Продолжим, поскольку настало время затарить пакетик болтовни у дилера бесед... О, боже. ...на улочки, где ведутся разговоры. Уличные разговоры. Мне понравилось. Очень понравилось. Любимая заставка. Я не помню, как у меня отвалилась голова. Я помню. Ладно, приступим. У меня интересная новость, Джеймс. О, боже. Только не про скорость чертовых птиц. Правда? Нет, просто скорость рыб. Господи, боже, нет. Мне нравится. Продолжай. Итак, как вы думаете, насколько быстро лосось может пересечь дорогу? Лосось не пересекает дорогу. Ты путаешь с курицей. Нет, нет. Вот видео, которое я нашел в интернете. Взгляните. Это лосось? Это рыба? Это в самом деле лосось. Довольно интересно. Взгляните, сотни рыб пересекают дорогу. Что они делают? Это любопытный вопрос. Будь я лососем, я бы не стал возвращаться в нерестилище. Просто остался бы на другой стороне. Пусть ребенок родится здесь. Когда рождались мои дети, я не возвращался в Донкастер. Просто ехал в ближайшую больницу. Лосось – целеустремленная рыба и заслуживает уважения. Вообще-то рыбы – классные существа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...